всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич давно я вам не показывала ничего со своего сада огорода как-то эту рубрику забросила но вернее я как переехала и особо не могу много даже не то что снимать не могу а выставлять у нас нет интернета поэтому как-то все так немножко медленно идет но решила все-таки записать маленькое видео и показать вам потому что здесь у меня огород еще так называемый только в самом расцвете в самом начале поэтому покажу что у нас растет сейчас что уже выросла мы будем вместе наблюдать что будет потом ну и так сначала покажу вам это наш перчик перуанский вы помните такой оранжевый вот мы его на рассаду посадили вот одна видите коробочка так хорошо все взошло вторая пока вот еще не все и третья тоже видите какая хорошая три коробочки у нас таких с рассадой так что много перчиков будет штук наверное 30 куст кустов далее сейчас вот это взошла наша альбака видите вот эти маленькие зелененькие пимпочки это наша альбака тоже посадили ее посадили и в землю посадили ну вернее в грунт нормальный посадили вот в пластмассовую в эту порту не знаю как это горшок пластмассовый для того чтобы может быть нам можно будет перевести это в ресторан и чтобы там росло в ресторане так что кто не знает мы открываем ресторан смотрите на втором канале там сейчас полным ходом у нас идет ремонт дальше наша кулантра это как кинза здесь вот она растет и этот маленький кстати чеснок я посадила ну просто так ну чтобы зелень срывать иногда в салатик добавляю мой шпинат я его весь обрезала но мы его едем постоянно то есть он у меня хорошо растет и весь шпинат я обрезала на сделала ну чтобы новые листики росли а то он такой был уже знаете вот такие мелковатые какие-то листочки начали расти уже перерос и я его весь обчик рыжего ну и все равно в любом случае у меня растет очень быстро и хорошо через неделю уже будет полный полный куст дальше ну вы знаете что мы перцы любим это вот у меня болгарский перец простой я не помню какой красный или зеленый или желтый или оранжевый но вот видите какая большая рассада выросла этой рассаде повезло потому что у меня муравьи сожрали всю рассаду вот это кстати от съеденной рассады видите вот такой росточек остался но пустил листики так что растет еще это вот мой первый перчик который мы приехали он у меня был в горшке маленький тоже такой рассады я его посадила воткнула просто так и вот смотрите сколько 44 больших вот это тоже надо снимать мне кажется что вот эти все перцы они вот как раз и будут вот такого цвета потому что это я все вместе их высаживала дальше смотрим помидоры смотрите они мне как всегда растут вверх до неба до звезд помидоры черри но они у меня тоже вот такие большие вырастают я вставлю фотографию какие черри я хотела и какие почему они у меня такие огромные вырастают я не знаю вот они тут у меня их много и на веточке они вот видите по 45 штук вот прямо видите и сама через камеру не вижу вот видите прямо такими гроздьями в принципе много вот даже вот где тут еще смотрите на кончики и я верхушки обрезала и деток и даже уже этих пасынки не отрывала специально чтобы они пошли вширь они они вверх они у меня все равно прут как ненормальные видите какие какие огромные помидорчики но ничего пускай растут есть и есть здесь тоже вот два маленьких кустика помидорчиков просто воткнула у меня кстати в кулантру сейчас вам покажу вот видите в кулантру у меня каким-то образом вот росточки томатов помидорчиков и я их отсюда вот они видите вот они и я их отсюда высадила землю они хорошо видите растут здесь тоже у меня перчика короче говоря у меня же одни перцы ну вы знаете мы любим это дело здесь тоже были перцы вот они съеденные муравьями но немножечко все-таки они ожили так что может быть кстати их сожрали муравьи они уже были с перцами представляете они перца отгрызли все отгрызли полностью еще перчик огонек здесь называется пипи де моно ну пипи вы знаете что вам моно обезьяна так что обезьяны и обезьянеет видите какие красненькие тоже съели муравьи это вот сейчас он уже выпустил листики были вообще голые голые ветки но сейчас более-менее уже оживает представляете муравьи все сожрали мы их тут и травили и ядом их травили и огнем с ой в общем что мы только не делали у меня кстати даже снято в видео но я его никак даже наверно уже не буду выставлять если честно потому что мне тяжело именно сам процесс загрузить видео выставить ну что вы думаете с перцами все да не тут то было короче говоря у меня тут еще вон целая плантация я тут закрыла блоками вот видите это все у меня перец в общем вдарим по перцу честно скажу не знаю какие сажали мы разные сорта но так как мы посадили это при перее как переехали и в общем то я все это уже позабывала но поэтому не знаю будем ждать урожая какой-то может быть обыкновенный перец может быть перец этот халапеньо я сажала тоже я не знаю может быть там у меня халапеньо а здесь обыкновенный я вот не знаю забыла уже если честно но растут дальше смотрите папайка вот а было у меня четыре папа и девочки мальчики ну и что вы думаете конечно мой муж когда косят траву он все эти папа и скосил это единственное которое осталось в живых на месте других я уже посадила ананас кстати вот это вот это кусочек от папайи ну все уже вот все скосили все полностью так что здесь освободилось еще место что-нибудь посажу это мой любимый лимонный кустик помните который лимончиком пахнет и чай можно заваривать и в бане париться подливать так что такой супер пупер естественно вот у меня огромный ну не огромный но все равно большой куст мяты здесь достаточно сложно его высаживать потому что он растет очень жарко для мяты но вкусненько я вот сейчас хочу он уже начал свистеть я хочу вот эти все по обрезать ветки чтобы они видите так вширь пошли по три видите уже это я раньше обрезала этот хорошо растут а эти все по одному так что хочу тоже обрезать и наверное листики промою да посушу их или в морозилку свеженькими положу чай потом можно заваривать ну что вот мой ананасик первый вот тут была папайя когда-то ананасик ну помните что ананасы растут два года до того когда дадут плод сам ананас да так что вот ждем посадили ну не знаю если честно я не собираюсь здесь жить два года мне не нравится это место то есть место мне нравится но именно как в гости приезжать или на выходные как дача но не для житья здесь очень далеко от цивилизации скажем так а я еще не в том возрасте мне еще нужен экшен какой-то то здесь у меня такое спокойствие такой релакс знаете то есть хорошо это на выходные приехать от суеты отдохнуть но не жить жить скучно тут то крокодил это там змеи всякие но их и змей большие кстати я вам не знаю если не забуду вставлю сейчас вот куда-нибудь фотографии если честно я забыла даже заснять но два удава мы не так давно недели две назад отсюда вывезли вынесли выбросили это второй ананас тоже была когда-то папайя а еще что я посадила я посадила картошку и вот она у меня взошла смотрите видите вот сейчас где тут она вот 66 кустиков я так шахматном порядке немножко их сажала сальга сальга собака на этот вот видите и вот эти уже он какие большие прямо огромное уже и вот еще маленькая вылезла где тут вот вылазит попробовать решила вы знаете но я как-то не очень с местом хорошо подгадала потому что тут у меня вода все время ну ладно посмотрим что вырастет то вырастет это хорошо что взошло будем пробовать выращивать картошку если получится тогда вскопаю прямо кусок и посажу картошки ну вот показала вам немножко свой огород с перцами в основном на помидоры есть а кстати я вам не показала я еще посадила но еще не взошли огурцы и баклажаны они у меня тоже очень хорошо растут но пока ничего показывать там просто голая земля еще ничего не проклюнулась когда проклюнется тогда уже покажу огурцы вы помните у меня такие тоже классные они гибриды какие то я не помню но они растут прямо как грозди винограда на одном прямо целая куча там по семь по восемь огурчиков в общем посадила посмотрим вырастут не вырастут сейчас уже вечер смотрите наше озеро красивый вид уже сумерки будет дождик облачка вот спускаются крокодилов не видно слава богу вот тут утром выходишь прям по три крокодила вокруг экзотика ё-моё вот так знаете все думала раньше уже к скорпионам привыкла как и я не знаю относишься к ним как к нашу тараканам наверно ой появились скорпионы но их побрызгали попшикали ушли но все равно неприятно но крокодилам как-то я вообще привыкнуть не могу ну и к змеям тоже все-таки хожу так всегда с опаской вот в этом не тоже тут не нравится до природа все хорошо но как-то все эти живности меня тоже немножко пугают все-таки непривыкшие мы ну ладненько всем спасибо за внимание спасибо что были со мной как всегда кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока пока чо а